В этом году май и начало июня выдались холодными, что не могло не повлиять на сроки появления местной клубники. Сейчас на рынках и в магазинах в основном представлены ягоды как из зарубежных стран, так и из южных регионов России. По признанию большинства самарцев, в первую очередь они обращают внимание на внешний вид ягоды. Хотя нашлись и те, кто подходит к покупке лакомства более основательно. Во-первых, чтобы она кругленькая была. Можно и вытянутая, конечно, но разный бывает сорт. Но самое главное, чтобы бурая, не зеленая, не розовая. Не надо попробовать, прежде чем брать. На ее цвет. А еще на что-то? На запах, наверное. На внешний вид, по-моему, смотреть нельзя. Вот она такая красивая бывает, но она такая невкусная и безвкусная совсем. Не знаю, что кушаешь. На запах, наверное, в первую очередь. На, конечно, качество ее. Не слишком крупная, потому что кажется, что она не совсем такая естественная. Мы уже покупали. Я не помню, чья она была, но неплохая. Прям, я бы сказала, очень даже вкусная. Я покупаю местную клубнику, которая уже выращивается на грунте. И она имеет вкус именно натуральный. И с кислинкой, и сладенькая, и сорта разные. И она не совсем, знаете, такая, ну, как сказать, одинаковой формы. То есть вот на это обращаю внимание. Мне местная нравится. У бабушки покупают. Продавец клубники Белла Гвилия представляет на рынке плодово-ягодное хозяйство из Сергиевского района. Рассказывает, сейчас в продаже продукция из Волгограда. Первые сорта – Азия, Альба, ягоды крупные. Своя местная клубника на прилавках Самарской области появится в середине июня. После 15 июня начинается у нас клубника. Вот как раз в этом году она с опоздания. В том году мы начали где-то 3 июня. В этом году из-за холодов только после 15. Поэтому вот немножко с опозданием. Как раз полтора месяца сезон будет клубники. С 15 и до конца июля. Специалист Управления Роспотребнадзора по Самарской области подчеркивает, что клубника считается пригодной для употребления в пищу, если она достаточно сухая, имеет однородную яркую окраску, приятный аромат, без признаков плесени, а чашелистики, которые окружают ягоду, зеленого цвета и без признаков увядания. Ответственные производители, прежде чем поставить товар на прилавок, отправляют ягоду на экспертизу. Проверяют на соли тяжелых металлов, нитраты, пестициды и на наличие паразитов. Самарцам советуют выбирать ягоду без внешних повреждений и тщательно мыть в проточной воде. И тогда организм вместе с лакомством получит полезные витамины. Клубника является источником витамина С в первую очередь, фолиевой кислоты, клетчатки. Если эта клубника выращена в Краснодарском, Ставропольском крае, в Крыму, то она может быть еще и источником йода. С осторожностью эту ягоду нужно есть людям с аллергией или заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения, а также людям с сахарным диабетом, ведь клубника – источник углеводов. Михаил Ермоленко, Юлия Василькина, Николай Епифанов, Николай Сидоров. События.